продолжим наше знакомство с asset store и сейчас в этом новом интерфейсе мы выберем себе готового персонажа и разместим на ту локацию которую только что загрузили получим небольшой прототип игры ну или скажем так бродилки будем гулять по деревне аналогично тому как мы нашли себе 3d локацию мы найдем себе и 3d персонажа переходим во вкладочку 3d и в разделе character сможем найти персонажей чем персонажи здесь есть допустим животные люди роботы но и люди у нас в разделе humanoids опять выбираем цену 0 и здесь есть замечательный персонаж вот его я хочу загрузить снова нажимаем это my assets но прежде надо было посмотреть версию но я уже смотрела что в принципе он не подходит но сейчас мы сначала откроем unity а потом посмотрим описание вот эта страничка здесь уже в unity во вкладке asset store и снова находим кнопку download но вот сейчас мы можем прочитать что это занимает 8 мегабайт это надо конечно сделать раньше и поддерживается версия unity 5 5 или выше нажимаем download вот затем импорт и нажимаем импорт вот у нас все загрузилось и загрузилась это в папку папку вот она так называется в принципе тоже по названию проекта если мы посмотрим здесь так и написано так здесь не очень видно где же его название это но опять же проще посмотреть на сайте вот он называется как у тут кстати называется здесь он так корректор пэк а папка его называется смотрим вот супер циан корректор пэк фри сэмпл вот таким вот образом и действительно unity мы получили папку вот с таким именем здесь тоже есть папка сцены мы можем ее открыть посмотреть вот наш этот персонаж и если мы его запустим то мы можем видеть как он двигается бегает поворачивается прыгает дальше left shift shift он идет вот так он бежит а shift он идет ну и можно управлять как стрелочками так и буквами еще у него есть кнопки для того чтобы посмотреть как на него воздействия как он может еще махать руками ну и здесь ссылки на других персонажей это доступно в платной версии этого пакета это у нас бесплатная с одним персонажем что мы здесь видим мы сейчас хотим на ту сцену которую мы загрузили первом видео мы загрузили локацию добавить этого персонажа как это сделать мы перейдем на сцену с нашей локации но прежде мы посмотрим где находится сам этот персонаж как нам его найти как правило все наши необходимые объекты которые мы хотим использовать других сценах находится в папке prefabs и вот у нас наш персонаж в максимальном качестве и мобил вот он мобил mail free смотрим все здесь мобилу mail free здесь он называется mail free sample movement я пытаюсь посмотреть где же он находится ну я думаю что скорее всего вот мы возьмем вот или здесь или здесь вот этого вот мы его видим prefab здесь тоже самое и у него есть тоже анимация посмотрим если здесь а здесь анимации нет вот мы возьмем вот это хотя не здесь тоже контроллер не подключен а где же наш контроллер значит придется отдельно собирать тогда посмотрим что у нас здесь вот simple animation контроллер мы найдем в папке аниматор контроллер а самого так у него еще есть скрипт который находят находится в папке скриптов simple character control и смотрим что тут у нас еще есть наверное больше ничего сейчас попробуем его перенести на ту сцену итак наша сцена находится здесь давайте еще вот эту сцену посмотрим а здесь другая деревня даже интересно здесь никаких нет ошибок по поводу камеры и сюда мы тогда и загрузим нашего героя а с камерой будем разбираться уже самостоятельно либо я запишу позже какой-нибудь урок вот такая деревушка она правда без террена но можно будет взять какую-то другую поверхность поискать или создать самостоятельно так и мы возьмем нашего персонажа вот этого я хочу вот он вполне сюда подходит но для него нужно еще контроля чтобы он ходил и скрипт чтобы им управлять значит контроллер у нас аниматор контроле и мы выберем и сюда размещаем и скрипт тоже мы сюда размещаем ну попробуем запустить что получится вот мы видим эту сцену но мы ничего не видим что происходит с нашим персонажем и мы видим что и сообщение об ошибках потому что у нас не подключен нет каких-то переменных когда у нас появляется окно с ошибками нам необходимо начинать с первой ошибки будем с ней разбираться бояться этих ошибок не стоит потому что мы собираем проект из нескольких и например я вижу что у меня здесь есть поля которые не заполнены сейчас я сохраню эту сцену и перейду в пример сцены с нашим персонажем и посмотрю как они заполнены там сохраняем сцену с другим именем например цифру виду и открою сцену с персонажем вот наш человечек и мы смотрим что у него первое поле это собственно он сам а второе поле тоже он сам его раджет боди надо заполнить эти поля и еще здесь есть вот этот переключатель возможно тоже этого важно посмотрим итак вернемся к нашей сцене выбираем нашего персонажа и заполняем поля нас режет боди не получается потому что у него нет режет боди добавляем это компонент физики и теперь уже все получится ну что попробуем запустить ошибок нет и персонаж куда-то полетел очень быстро почему потому что у нас здесь нет совершенно никакой поверхности для него как мы поступим в этом случае мы попробуем использовать поверхность который у нас есть в первой сцене с первой деревушкой сохраним эту сцену и откроем пример сцены которым рассматривали первым вот этот здесь вот у нас есть замечательная трава и оказывается это террин и этот террин у нас он уже покрашен в принципе мы можем создать свой у него есть одна текстура сейчас я посмотрю какая вот с такой травой данном случае у нас нет на самом деле здесь никаких неровностей и возможно террин даже нет смысла использовать но есть интересная текстура сейчас мы посмотрим где она находится вот наверное как вот grass текстур мы ее надеюсь найдем и находится она в папке текстур вернемся к нашей сцене и и добавим не террин а допустим известный нам plane вот так сейчас мы его увеличим он как раз у нас замечательно закрывает всю поверхность и ему мы добавим текстуру сейчас сделаю так чтобы было хорошо видно материал даже не буду его переименовывать и сюда мы добавим вот эту текстуру допустим и этот материал сюда на пыль вот пока настраивать не будем принципе там где я рассказывала материалов это все можно сделать здесь вот надо тайлы изменить вот если мы сделаем меньше точнее больше количества вот у нас уже трава более естественно нужно прям 100 на 100 поставить ну вот и трава ну что попробуем запустить я по-прежнему не вижу персонажа потому что у нас стоит камера мы ее давайте сделаем вот так прямо в него вот она сразу становится нашего персонажа немного приподнимем немного отдалим чтобы его видеть и посмотрим что происходит и мы улетаем почему мы улетаем потому что у нас не хватает физики не хватает физики на так на плене у нас все есть коллайдер а на нашем персонажа давайте сфер коллайдер поставим и посмотрим что получится пока не настраивая все ну и вот мы ходим правда мы не очень хорошо видим где мы ходим потому что камера немного нужно сконфигурировать вот наша камера ее можно немного выше поднять и возможно даже чуть-чуть повернуть ну вот сейчас немного уже видны дома и я вижу что все они как будто в воздухе это связано с тем что наш плен все-таки немножко должен быть вот так приподнят наверное так проверяем ну вот мы в деревне такое не очень хорошее поведение камеры происходит но это отдельная тема сейчас не будем ее рассматривать если аккуратно двигаться то в целом очень даже неплохо вот у нас уже почти готовая игра естественно она пока требует какой-то сюжетности но уже наш персонаж ходит по локации готовы и мы сделали это очень быстро желаю успехов в ваших реализациях и до встречи в новых видео